Приветствую друзья! Вслед за другими именитыми брендами, компания ИКО тоже решила выпустить САП на обновленном семействе чипов Asahi Kasei. По мощности он, конечно, шаблонов не рвет. Всего 70 мВт на 32 ума нагрузки, однако и выход тут тоже только один на 3,5 мм. А значит, легко справиться с любыми внутриканальными и некоторыми не особо тугими полноразмерными наушниками. Очень любопытный этот малыш ATM02, о нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел аппарат в небольшой коробке из переработанного картона с логотипом компании, перечнем технических характеристик на нескольких языках. В комплект нам положили небольшую инструкцию, две гарантийных карточки и два простых кабеля Type-C на Type-C и на Lightning. Жалко, переходник на обычный USB не приложили, а так был бы полный набор. Корпус у ЦАПа небольшой, судя по всему это металл. Из функциональных элементов здесь имеем светодиод, отвечающий за тип потока, PCM или DSD, Type-C вход и выход на классический уже джек 3,5 мм. Все, как говорится, просто и максимально функционально. Потребляет девайс на 5 вольт всего 0,088 ампера, что как для 70 мВт на 32 ума нагрузки весьма достойно. Не сказать, что мало, но и не очень много. Из разрешений нам доступен PCM до 32 бит 384 кГц и DSD до DSD-128. Декодирование в МКИ аппарат, к сожалению, не поддерживает. При работе девайс практически не греется, никакого шума в паузах я лично не заметил, но и функция гарнитуры здесь не поддерживается, а жаль. Относительно железа нам известно лишь о наличии конвертера Asahi Kasei 4377 со встроенным в него усилителем для наушников. Но, если верить технической документации, максимальная мощность, которую способен выдавать сам чип, составляет всего 25 мВт на 32 ума нагрузки, а у нас заявлено целых 70 мВт, следовательно, на схеме еще присутствует некий дополнительный усилитель сигнала. По громкости не скажу, что прям много, однако на внутриканальных наушниках я не поднимал ее даже до половины. То есть для чего-то не сильно тугого вполне достаточно. Никаких драйверов производитель нам не предлагает, то есть о поддержке старых систем и ASIO интерфейса даже речи нет. Зато на Android нам доступен так называемый аппаратный доступ к уровню громкости, что позволяет выжать из нее абсолютный максимум. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos. В результате получил все графы в положении отлично, за исключением неравномерности АЧХ и взаимопроникновения каналов, где первое в принципе понятно, там допустимое отклонение на 0,2 дБ на 20 кГц, а взаимопроникновение соответствует используемому здесь небалансному подключению. В остальном же шумовая полка идет на минус 150 дБ, отличный динамический диапазон, интермодуляционные искажения на уровне минус 118 дБ, а гармонические на минус 120 дБ с процентным соотношением в 0,15%. Очень достойный результат, тут не придерешься. В плане подачи же это довольно ровный такой плотный звук, с неплохой прорисовкой нюансов, достаточно глубоким текстурным басом, приятной слегка смягченной серединкой и массивными, в миру продолжительными высокими частотами. Слушается это комфортно, излишней резкости и тонкости у тембров нет, как и перегрузки массой. То есть все в пределах нормы. Из других мобильных ЦАПов, лицом к лицу сравнил его с Atom Mini, в котором значительно менее выражены детали и слишком плотное однородное тело на фоне героя обзора. Дуну DTC500 гораздо прозрачнее, четче, агрессивнее, но заметно уступает по массе инструментов и нет этой присущей TM02 музыкальной вальяжности. Кому как конечно, но мне из них больше симпатизирует именно ICO. Ну и сравнение с Shanling Up4 22 расставило все точки, показав насколько объемным и выразительным может быть звук в мобильных устройствах. Да, до него героя обзора еще очень далеко, но что поделать, это бюджетное устройство, так что требовать от него соответствия лидерам рынка не совсем правильно. Да и стоит этот Up4 22 почти в два раза дороже. Наушники аппарат тянет абсолютно все, за исключением каких-то особо тугих и из-за динамических решений. Серьезных ограничений в плане жанров я тоже не заметил. Прорисовки в принципе хватает всем, объем езды и нюансы исполнения все на своих местах. Подтянуть в плане минусов такую недорогую модель вообще говоря не за что, но и восторгаться тоже особо нечем. Хорошая рабочая лошадка на чипе от именитого производителя для тех, кто уже устал от повсеместного засилия ESS. Итогом, мобильный ЦАП ICO TM02 неплохо выглядит, поддерживает как PCM, так и DSD форматы, зачетная как для такого малыша мощность, энергопотребление и очень низкие искажения. В плане же звука мы имеем достаточно плотное тело, хорошую детализацию и приятную слуху мелодику, без лишней яркости или мути. Какого-то дорогого звучания тут естественно нет, но всего хватает и все на местах. Еще раз, это отличная рабочая лошадка для экономичного меломана, который например решил приобщиться к Lossless формату в любимом стриминговом сервисе. Жаль только гарнитуру не поддерживает, так я одобряю добротный ЦАПик. А на этом у меня все, это был мобильный ЦАП ICO TM02. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok